Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Тоньку-пулеметчицу. Почему главная военная преступница думала, что ее не посадят, Антонина Макарова перед войной мечтала прославиться как Анка-пулеметчица, известная героиня гражданской войны. В чем-то она ее даже превзошла, только вот воевала она на стороне нацистов, почему и лишилась навсегда своих родных. Она приобрела славу палача и хладнокровного убийцы, лично лишившего жизни, более полторы тысячи советских солдат, партизан, стариков и даже детей. В течение 30 лет после войны Макаровой удавалось, вместе с мужем Виктором Гинсбургом скрываться от правосудия. Но просто свободы ей было мало, она еще и неоднократно выступала перед школьниками с речами о подлости нацистов и критиковала фашизм. Только в 1976 году ее поймали и осудили. Антонина Парфенова родилась в Москве в 1920 году. Спустя три года ее отец Макар Парфенов перевез семью в деревню. В школе девочки перепутали фамилию и записали ее Макаровой. Позже эти данные перешли и в ее паспорт. Уважаемые зрители. Мы знаем, что нас смотрят, 95% людей без подписки, просим вас подписаться на наш канал, для вас это ничего не стоит, а нам это поможет в продвижении, также ставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении этого ролика, и его увидят больше людей. Писатель Дмитрий Жуков и историк Иван Ковтун, в своей книге «Бургомистр и палач». Тонька-пулеметчица, Бронислав Каменский и другие указывают, что уже в юности Тоня не хотела жить как все. Она все время бросала серьезную работу и была очень легкомысленной. Девушка кочевала с места на место и активно искала знакомства с молодыми людьми. Начало войны ее застало в Москве. В 1941 году она жила у своей тети и работала в столовой. Поскольку Антонина прошла курсы Красного Креста, в августе ее забрали на войну. Вначале она работала в армейской столовой, а затем была переведена на должность сын-инструктора в 422-й стрелковый полк резервной армии. В октябре 1941 года он участвовал в очень жестокой битве под Вязьмой. В образовавшемся котле в ходе кровавой мясорубки погибли более 600 тысяч советских солдат. Примерно 688 тысяч человек были захвачены в плен. Попала к нацистам и Антонина, но ей удалось бежать вместе с красноармейцем Фичуком. Они уехали к нему на родину в Локотский район, в котором с ноября 1941 года образовалась Локотская республика. Там правили гитлеровцы при содействии коллаборационистов. Вскоре Фичук бросил свою юную подругу, поскольку дома его ждала жена и дети. Но Антонина не растерялась и стала любовницей начальника местных полицаев по фамилии Иванов Иванин. Он устроил ее к себе работать в полицию буквально за 30 сребреников, 30 рейхсмарок. Макарову обеспечили также комнатой и регулярным питанием. До сих пор неизвестно, какой циник, додумался сделать из юной девушки палача. Скорее всего то были полицаи. Однажды Тоньки дали в руки пулемет Максим, о котором она так долго мечтала, и поставили перед строем советских солдат. В первый раз, она долго не решалась нажать на спусковой курок, поэтому ее напоили. Последующие расстрелы давались ей проще, но все равно после них она сильно прикладывалась к бутылке. Расстрелы были быстрыми и жестокими. Перед Тонькой в шеренгу, выстраивали 27 солдат на краю рва, и она с колена выкашивала их пулеметом. Выживших она добивала лично. На расправу приводили не только советских солдат. Перед Макаровой ставили старух, женщин, подростков и детей. Она всех убивала без жалости и не слушала криков о пощаде. Позже Тонька вошла во вкус. Начала мародерствовать и снимать с убитых украшения и другие вещи. Пулеметчица даже наведывалась в тюрьму и лично присматривалась к заключенным. Они боялись ее как огня. Судьбы убитых на первый взгляд, не сильно заботили Антонину, но вечерами она напивалась и шла по рукам фашистов и их пособников. В 1943 году у нее был обнаружен сифилис, после чего ее отправили на лечение в тыл. Болезнь, как бы иронично это ни звучало, буквально спасла ее от расправы. Антонина уехала из лагеря летом, а уже 5 сентября он был захвачен красноармейцами. Макарова в тылу вновь стала любовницей немецкого эфрейтора, который увез ее в Польшу. Там он был убит, а Антонина попала в концлагерь. Но ей опять повезло, в 1945 году заключенных в лагере освободила Красная армия. Макарова была не только освобождена, но и снова пошла на военную службу за союз. Она даже успела получить несколько наград. В том же году в нее влюбился фронтовик Виктор Гинсбург, и они стали жить вместе. Спустя два года у пары родилась дочь, после чего молодые люди зарегистрировали брак. Антонина взяла фамилию мужа. Супруги вскоре переехали в белорусский город Лепель. Там Антонина, устроилась работать на швейную фабрику контролером. Вскоре она родила еще одну девочку. Коллеги характеризовали ее как ответственного работника, но и отмечали ее замкнутость. Она никогда не пила с ними на застольях. В течение 30 лет после войны служба НКВД, а затем и КГБ, искала палача-пулеметчицу. О ней было слишком мало информации, только приметы и возраст. Когда полиция арестовала Иванова, дело пошло быстрее. Он-то и назвал имя Антонины Макаровой. Следствию помог и случай. Брат Антонины, полковник Парфенов, при заполнении анкеты сестры указал ее девичью фамилию. Он также упомянул, что она находилась в оккупации. После опознания Антонины жителями поселка Локоть ее арестовали. Виктор Гинсбург и его уже взрослые дочери вначале не могли понять, что происходит. В 1976 году его жена была взята под стражу, а он даже не подозревал за что, ведь она почти всю жизнь тихо работала на швейной фабрике. Гинсбург так разбушевался, что пригрозил написать жалобу в ЦК КПСС самому Леониду Ильичу Брежневу. К фронтовику прислушались и раскрыли ему истинную причину ареста. Говорят, что Виктор, узнав правду, посидел на глазах, ведь его семью расстреляли фашисты в Полоцке. Сама же Макарова о семье не вспоминала. Она вела себя спокойно и не боялась наказания. Думала, что дадут пару лет или вовсе закроют дело за давностью. Она оправдывалась тем, что расстреливала только тех, кого все равно приговорили к смерти. По заключению психиатров, Макарова была признана полностью вменяемой. Палача-пулеметчицу приговорили к расстрелу. Следствие сумело доказать ее вину в убийстве 168 человек. Макарову казнили 11 августа 1979 года. Вскоре после этого Виктор Гинсбург уехал, вместе с дочерьми в неизвестном направлении. Из уважения к фронтовику личные данные его семьи раскрыты не были.